Играет музыка Мой личный опыт показал, где я сам был свидетелем, как идут этнические чистки моего народа в арабских странах, еврейского населения, в арабских странах. Я благодаря этому посвятил свою жизнь борьбе с исламофобией и борьбе с ксенофобией. Есть еще одна причина, почему я хотел обратиться к вашему престижному форуму. Это предупреждение в историю 21 века, в период вокруг рождения фашизма, нацизма и политического исламизма. Вавилонский царь Навуходернассор разрушил первый израильский храм, создал то, что сегодня станет Ираком. Евреи были изгнаны туда. Они жили там во время Вавилонского пленения. Они создавали научные учреждения, которые стали прототипами европейских университетов. Последние 1400 лет Иракское сообщество евреев, которое оставалось там, были людьми книги. Мы были и евреи, и христиане, и мы заплатили очень дорогую цену за то, чтобы сохранить жизнь и разум. Но после 1100 лет ситуация превращена в традиционный европейский антисемитизм. Благодаря распространению фашистской нацизм и нацистской идеологии, которая просачивается из Европы в арабский мир. Я эти два исторических примера могу вам привести. Например, Хадж Амина Хусейни, которого британцы изгнали, и он нашел свое новое жилье в Ираке, потом уехал в Италию, потом в Германию. Оттуда, по благословению Гитлера и нацистов, он стал заниматься пропагандой внутри Ирака антиеврейских настроений на радио, в армии иракской. И в мае 41-го года иракская армия в итоге провела переворот, симпатизирующий нацистам, в поиске так называемого окончательного решения еврейского вопроса в Ираке. К счастью, это провалилось, и я как раз вот человек, который выжил в итоге этой провалившейся попытки сделать тотальный прогром. в Ираке, иракских евреев. Это было началом конца моих соотечественников, соплеменников. Шейх Хасан Абана, отец политического ислама, основатель братьев-мусульман в Египте, тот человек, который вел идеологическое знамя ислама, шейх Альмана, он впитал в себя нацистскую идеологию как раз в то время, в коронических толкованиях нашел поддержку своим нацистским взглядам и перестроил это в злобную антисемитскую идеологию. В Европе сегодня так заботятся о политической корректности, бесконтрольная свобода речи, идеология, которая поддерживает любые позиции, поддерживает арабскую весну и так далее, но это все экспортируется современными социальными сетями, интернет-сетями. Вы слишком заботились о том, чтобы быть толерантными, как говорили здесь сегодня многие профессора, но заботясь о толерантности, вы получаете ответный удар от тех, кто использует свободу слова для нетолерантности, для антисемитизма, который радикализирует политику, который воспевает насилие одних людей над другими, и это является питательной основой международного терроризма. Люди едут в Великобританию по фальшивым документам и легко начинают заниматься античеловеческой пропагандой. 12 лет идет неоспоримый процесс против такого одного ультрарадикала, который нелегально въехал в Англию, прежде чем его удалось законным способом вытворить из этого. И мы ничего не могли сделать, поскольку мы люди, которые уважаем закон, правовые нормы, но те, кто их нарушает, на нас плюют. И тем самым молодые здоровые силы отравляются этой жесткой пропагандой. Их тысячи таких молодых людей были отравлены и уехали из Европы, чтобы сражаться против сирийского правительства. И что это дало? Непрямое финансирование потребительских товаров, идеологии. Европа, по сути дела, становится, превращается в питательный бульон для расширения, развития и укрепления антисемитских, античеловеческих взглядов. Зло в отношении других. Это не то наследие, которое нам следует давать друг другу. Мы не должны думать об этом. Слова, которые говорил Эдвард Берг на пороках. Зло – это то, когда мы ничего не делаем против зла. Зло расцветает в этих условиях. Мы не можем это поддержать. Мы не можем это терпеть. А мы это терпим. Мы этому попустительствуем. Мы не должны защищать индивидуальные права человека как таковые. Мы можем, конечно, защищать, и мы это делаем, но в рамках определенных границ, которые не должны подвергать геноциду, насилию других граждан. Время действовать сейчас. Нельзя больше молчать, сидеть сложа руки и думать, что все пройдет как по маслу. На самом деле эти вещи очень жесткие, очень опасные. И как это было 2000 лет, как это было в мое. Если я только за себя, то зачем я? А если я не буду действовать сейчас, то зачем же я здесь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok